я приветствую всех на телеканале беларусь 4 как всегда в это время с вами вечерняя программа добрый вечер гомель удивительный мир кино всегда манил и вряд ли кого-то оставлял равнодушным и вы знаете как мне казалось всегда что есть те кто смотрит кино это мы с вами простые зрители ну а есть и те кто это кино для нас с вами создает актеры операторы режиссеры сценаристы но вы знаете есть еще и те люди которые делают это кино к нам ближе это сотрудники кинотеатров так что этим вечером мы будем говорить об этом одном важнейшем из искусств а вопрос вечера у меня к вам такой а давно ли вы ходили в кинотеатр и какой фильм смотрели друзья вы также сможете стать участниками нашей вечерней программы так как мы работаем в прямом эфире и спешу вам сообщить и обратить дополнительно ваше внимание у нас изменился номер телефона прямого эфира запишите и запомните 34 22 43 ну а также наш вайбер готов к общению с вами присылайте ваши вопросы комментарии дополнение замечания номер нашего вайбера также изменился 8 0 33 34 22 430 мы начинаем справочной книги которая называется весь гомель за 1913 год помещена красочная реклама которая приглашает гомельчан и гостей города посетить киносеанс его знаете удивительная черта рекламы кино рекламы того периода времени я даже процитирую сенсационные новинки грандиозные драмы необыкновенное зрелище вот именно на такие кинополотна приглашали ретро кинотеатры кинотеатры того периода времени но вы знаете и сегодня для многих поход в кино это настоящее культурное событие но а кинематографисты несмотря на то что 21 век на улице и мы с вами прекрасно знаем о современных кинотехнологиях но кинематографисты и сегодня стараются нас удивить и у них это получается вы знаете обо всем этом и даже больше я подробно попрошу рассказать моего гостя с огромным удовольствием приглашаю александра леонидович лавриненко генерального директора кубу гомель кино видео прокат здравствуйте рад вас видеть здравствуйте я понимаю что август и впереди осенний сезон и очень много работы у вас киноиндустрии так понимаю тоже вы не ушли в отпуска а работа кипит дело в том что лето есть такое понятие сезон блокбастеров вот один из сезон блокбастеров потому что есть летний и есть зимний вот сейчас у нас завершается сезон блокбастеров то есть те фильмы которые ну скажем так мы были наиболее ожидаемы зрителями и я хочу пользуясь случаем поблагодарить наших зрителей за то что они нас не подвели и действительно проявили интерес к тем предложениям которые мы делали наши кинотеатры послушайте забегая наперед вот тоже периодически ну как периодически я достаточно часто хожу в гомельские кинотеатры стараюсь попадать на примеры и смотрю что фильмы которые анонсируются они уже надолго вперед я так понимаю у вас кинографик расписан ну с определенным можно сказать и месяц и два и три и поскольку откройте маленькую тайну 2018 уже живете в определенной позициях да дело в том что гомель включен в мировую систему кинопроката то есть сегодня все наши кинотеатры они исключительно зависимы от того контента как сейчас есть такое модное слово от тех фильмов которые мы получаем к сожалению пока в большей части из-за пределов нашей страны и поэтому крупнейшие ведущие студии уже планируют и изначально даже бронирует определенные даты уже на сегодняшний день 20 21 год вот особенно какие-то крупные премьеры допустим стоит может стоять какая-то дата там 15 января декабря перед новым годом там 2020 года там допустим звездные войны эпизод 9 или там фильм фильм компании 20 век фокс без названия но уже в этой студии случайно сказанная фраза она имеет свойства материализовываться но это все хорошо а сами то когда были в кинотеатре вот именно в зале смотреть фильмы что это был за фильм ну честно я хочу сказать что последний раз я был в кинотеатре не в гомеле я последний раз смотрел фильм в минске была специальная презентация предпримерный показ фильма бабушка легкого поведения и и вторая была часть этой презентации это показ части 1 1 частей первого как объявили создатели кинотеатрального сериала гоголь который пройдет вот у нас стартует 31 августа и будет течение сентября октябрь ноябрь выходить по одной части этого фильма фильм который снят телекомпании среда продюсерская вернее компания среда который возглавляет александр цикало и в которой до недавнего времени работал на земляк руслан сорокин и в общем то вот я смотрел эти фильмы в минске в кинозале ощущение иногда периодически понимаю в гомеле бывает я вас очень попрошу больше не рассказывать перед не передавать свои ощущения потому что я по себе знаю что когда приходишь и получаешь эффект неожиданности в том смысле и от кино в данном в данном случае от кино но это ни с чем не сравнится поэтому давайте интриговать и раскрывать какие-то тайны но в меру но на ваш взгляд вот фраза знаменитая фраза ленина из всех искусств для нас важнейшим является кино все-таки на по-прежнему актуально она по-прежнему актуально потому что мы видим что кино по-прежнему остается самым востребованным видом скажем так культурного времяпровождения и в этом то наверное феномен кино и феномен вообще всей нашей деятельности кинотеатральной что мы с одной стороны остаемся в общем так культурным учреждением организации культуры вместе с тем у нас и определенные вот последние годы на последние вот десятилетия коммерциализации наступила то есть мы работаем на грани коммерции и искусства и поэтому в общем то наша задача обеспечить ну нашим зрителям максимально широкий подбор чтобы по возможности удовлетворить всем вкусом которые сегодня есть насколько это возможно опять же с учетом наших технических возможностей насколько к сожалению мы можем говорить о том что нам сегодня не хватает в области цифровых кинозалов для того чтобы могли показывать все жанры все что выходит потому что ежедневно практически вернее еженедельно каждый четверг а это день премьер у нас в снг по крайней мере выходит порядка 10 12 фильмов разных иногда меньше иногда больше но в среднем вот такое количество и сами понимаете все их показать практически невозможно или для этого нужно иметь очень много зала вот я недаром сегодняшнюю программу начал с такой краткой исторической справки от 1913 году и как там рекламе рекламе рекламировались фильма сегодня если я не ошибаюсь если у меня верная информация та которая была найдена в интернете по области 199 кино установок ну то есть можно смело сказать что это значит 9 кинотеатров нет или кинотеатров у нас на сегодняшний день 19 кинотеатров у нас 19 дело в том что кинотеатр это вообще как правило одна кино установка но если это много зальник там или несколько залов то есть там может быть и 2 и 3 вот но в принципе у нас как бы есть еще понятие цифровые установки есть понятие как бы видео системы видео установки к сожалению пленочное уже оборудование хотя оно еще есть и зарегистрировано то есть они входят пленочный аппарат в эту численность но практически пленки уже пленочных копий уже не производят уже не производят хотя последний тренд уже этого года компания кодека проанонсировал что она опять приступает восстанавливать пленки но это должно быть супер или это это в принципе мы это проходим сегодня имея виниловые диски то есть последние три наверное пять лет возобновление производства виниловых дисков которые сегодня стоят предназначены для узкой категории меломанов и стоит соответственно очень серьезный день но это тоже самое и будет с киноплёнка ну пленочные аппараты я так понимаю что они остались но возможно где-то в райцентрах и в агрогородках сельской местности с большего да вот можно сказать что тем жителям повезло ну не знаю дело в том что к сожалению это аппараты которые уже морально устарели и думаю показ новых фильмов там через 10 лет вряд ли на них уже будет возможен вот поэтому это наша наверное больше проблема наша беда что мы не успеваем к сожалению переоснащаться обмодернизировать наши хорошо но вопросы да наверное задам прямиком но вот насколько сегодня кино доступно мы-то понятно столица областные центры ну как бы посещаем премьеры и радуемся киножизни а вот насколько кино доступно в райцентрах и сельской местности доступно везде вопрос только к сожалению сегодня мы можем говорить о том что не все фильмы в равной степени доступны в разные в равные сроки всем жителям нашей области потому что значит есть как я сказал фильмы цифрового формата которые мы можем воспроизводить и показывать только в оцифрованных современных кинотеатрах обладающих соответствующим оборудованием таких у нас на сегодня день кинозалов 11 в области вместе с тем есть фильмы которые потом чуть позже издаются уже на dvd на блюреях то есть мы покупаем права так называемое публичное видео и таких фильмов тоже достаточно я могу сказать что в этом году мы вот таких фильмов на dvd-носителя за 7 месяцев выпустили 101 причем тогда как цифровых пример у нас на цифровом экрана вышло 80 то есть в принципе фильмы есть другой вопрос что отдельные какие-то фильмы просто имеют определенную как бы определенную задержку во время но то что касается вот доступности кино это что кино идет масса я бы хотел вспомнить один эпизод мои коллеги съездили в населенный пункт черковичи ведь там не так давно открылся кинотеатр да действительно я могу сказать что я буквально вчера был в черковичах и вот мы специально зашли в сельсовет с коллегой с работников специалистом главного управления идеологической работы и культуры по делам молодежи областполкома наталья гордиенко и вот специально было интересно поговорить с местной властью вот людьми которые живут там что так что произошло изменилось жизни агрогородка когда там появился ведь это в начале лета он был открыт да он он у нас тестовом режиме работает 18 мая но официальное открытие его как бы запуск уже полноценное функционирование состоялся накануне нашего главного праздника дня независимости вот я предлагаю сейчас вернуться в те события и напомните нам и зрителям как это было а после продолжим разговор давайте приятные мгновения агрогородок ширкович и населенный пункт с развитой социальной инфраструктурой зараз умовы проживания стали еще больше комфортными спис пировах дополнил новый кинотеатр для церемонии у расистого открытия организаторы подрыхтовали соправданное шоу у программе выставок них по яких зняты знакомитые киноадаптации викторы на пагисторию сусветного кинематографа и постановка по мотивах ведомых фильмов на открытие первого украины кинотеатра в сельске мясо востей потреблялся каля шести месяцев и заражихары агрогородка могут наведывать премьеры головных киностужек у один день с киноматорами усяго свету я с уверенностью могу заявить что агрогородок чирковичи сегодня включен в мировую систему кинопроката потому что все самые громкие мировые премьеры они будут идти здесь наравне с крупнейшими культурными центрами как мира так и нашей страны так и нашей области репертуар кинотеатра с подорожник будуть складать новинки сусветного и белорусского кинематографа першим глядача убачили айчинный фильм тень ворога який недавно вышел прокат его проставили створальники стушки режиссер игор сяньков и автор музыки юрий северин такая полная зала спадяются у гомельки на видеопрокате будя на кожным сеансе тут дарыши чакают глядашоу со светлогорска и злику отпочивающих у мясовой здравницы да конечно будем приезжать потому что кинотеатр очень понравился а самооформление красиво очень залы невероятно классные классно очень коли проект окажется запотребованным кинотеатры у сельской мясовости могут заявиться и в инших районах они исключают такой возможности потому что политика нашего государства и политика которая вот объявлена министерством культуры на расширение именно вот этой социальные услуги именно цифрового современного кинопоказа чтобы сделать эту услугу доступной жителям каждого района это может быть как райцентр это может быть и крупный населенный пункт как агрогородок поэтому я думаю что у этой практике все таки есть светлое будущее а давно ли друзья вы были в кино и что вы смотрели в кинотеатре на большом экране присоединяйтесь к нашему разговору напоминаю и обращаю ваше внимание что у нас изменился номер телефона прямого эфира 342 342 ну а также ждем ваше сообщение к нам в вайбер 8029 033 34 22 4 3 0 не стесняйтесь присоединяйтесь к нашему общению вот такое путешествие мы совершили в черковище не просто в черкович а на открытии кинотеатра кстати он 3d да он полноценный современный кинотеатр я почему говорил в тестовом режиме потому что потребовалось реализовать там воплотить те функции которые сегодня в общем то без которых сегодня невозможно представить кинотеатр кинобар продажа билетов через интернет автоматизированная система вот это продажи билетов вай фай тот же самый в холле хотя с другой стороны ты пришел смотреть кино зачем тебе вай фай в кинотеатре ну потому что перед сеансом есть некоторое время и сегодня это уже моветон когда нету вай фай и я хочу вот просто продолжить ту тему что я начал после по итогам вчерашний визит когда зашли в сельсовет что изменилось и вот два работника сельсовета разного возраста девушка ну такая молодая скажем и представитель более старшего поколения в один голос вы не представляете как люди сегодня восприняли эту вещь такие бабки даже уже начинают кинотеатр ходить что я уже вон с мужем 200 лет не были у кинотеатра это вы понимаете вот от этого мурашки значит не зря мы делаем свою работу потому что вот в этот агрогородок мы сегодня будем говорить не только в этот сдк вдохнули новую жизнь а вдохнули новую культурную жизнь вообще вот в этот агрогородок и тем более что для нас важным моментом почему чирковичи было наличие буквально в двух километрах крупнейшей нашей здравницы серебряные ключи мы вчера и там побыли и люди сказали что да действительно есть интерес когда человек приезжает из москвы он буквально в пешеходной доступности он может посмотреть тот же фильм который он пропускает потому что приехал к нам он идет здесь вот и не секрет что время провождения в здравницах всегда достаточно проблемное и вот очень хороший вид и культурно интеллектуального досуга мы предлагаем поэтому эта тема очень хорошая то что я вот хочу повторить то что звучало в сюжете сегодня уже реально министерством культуры инициирован вопрос о внесении в изменение в законодательство о том чтобы в каждом районном каждом районе административном районе был хотя бы один цифровой кинозал поверьте сегодня все задачи не из легких но не из легких не дешевая цена вопроса более двух миллионов динаминированных рублей для нашей области но вместе с тем она должна решаться потому что бюджет без этого уже нельзя потому что фактически люди отрываются от культурного пространства но вот вы сказали что люди которые честно признавали что какое-то очень большое количество времени просто не были в кинотеатре и вот тут на тебя пожалуйста приходи смотри кино 2d 3d со всем удобствами и комфортом но те люди которые ходили скажем так в тот старый период времени они помнят какие фильмы были тогда сейчас же кино поменялось и по жанрам и по актерам и по стилю съемок вот какое кино сегодня хотят видеть зрители никогда не проводили такие проводим регулярно постоянно и учитывая мнение самое популярное направление жанра это кинокомедии это кинокомедии хотя вот мы говорим наши самые кассовые фильмы вот самый кассовый фильм нынешнего года фильм который впервые в истории отечественной гомельского кинопроката преодолел планку уже в нынешних единицах 200 тысяч белорусских рублей это старыми говоря деньгами 2 миллиарда пираты карибского моря да это фэнтези да это приключение но это и комедия там очень мощная такая как вы извините за сленг юморная составляющая вот я всегда стараюсь на премьеры в частности в гомеле попасть в первый день но у меня не всегда получается купить билеты потому что их очень быстро скупают потому что значит наверное не зря мы работаем хорошая тенденция это хорошая тенденция и поверьте аншлаги очень многие люди далекие от кино ну скажем моего поколения старшего поколения люди иногда воспринимают вот живут категориями 90-х годов когда было к сожалению за непад говоря белорусским языком когда было вот это забвение кино когда сегодня да не поверю что приходит фильм стартует четверг в воскресенье вечером бывает иногда мне звонят и говорят слушай нельзя купить билеты а их действительно я сталкивался с такими ситуациями не единожды это вот яркий пример и вий это и 50 оттенков серого нашумевшие и очень много еще картин давайте послушаем телефонный звонок алло алло добрый вечер здравствуйте не на у меня к вам сразу вопрос а давно ли вы ходили в кино знаете недавно буквально неделю назад так замечательно вот именно в кинотеатр именно с попкорном все как положено конечно что смотрели смотрела так сейчас вспомню ну ладно вы пока вспоминаете параллельно рассказывайте с какой целью с каким вопросом с какими настроениями вы позвонили к нам в добрый вечер я хотела бы задать вам такой вопрос мы в семье очень любим смотреть кино и хотели бы узнать какие новинки ожидать нас этой осенью хорошо спасибо большое вам за вопрос оставайтесь на нашем телеканале вместе с нами нашей компании александр леонидович ну новинок будет столько что каждую неделю практически один два то и три фильма я не знаю какой жанр вы предпочитаете ни на поэтому я бы вам назвал то что вам ближе но поверьте жанры будут все вот я прямо сейчас хочу перейти к одной из премьер к сожалению тоже 31 числа не попадаю так как на рабочее место буду находиться на 1 сентября в первый день осень обязательно пойду фильм гоголь давайте посмотрим трейлер на эту картину способности николай васильевич могут оказаться за пределами вашего понимания вашего гоголя очень богатый фантазин гоголь начало с 31 августа в кино мы по-прежнему в прямом эфире и вопрос который я сегодня вечером задаю всем вам дорогие мои любимые зрители а давно ли вы были в кино и помните ли вы что смотрели присоединяйтесь к нашему вайберу кстати о вайбере вопрос от антона почему перестали проводить ночные кино сеансы ну я думаю что это временно к ночные кино сеансы будут это вопрос из гомеля я не могу вам точно сказать но буду надеяться что я думаю что на форма да 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 вот антон подписал да мало молодцы хорошим быстро реагируете я думаю что это вопрос времени вопрос только нужно подобрать репертуар тематика вы знаете что антон наверное знает что ночные кино сеансы это не просто кино сеансы это шоу с хорошим таким наполнением дополнительно информационным артистическим и так далее то есть это становится действительно событием то есть все будет и ночи я думаю будет дождать поздравляю всем кино хороший праздник обожаю современные сериалы и мультфильмы от наташи к нам пришло сообщение наташа спасибо но я хочу уточнить для чтобы не было у нас путаницы значит вообще-то день кино в нашей стране отмечается 17 декабря тот праздника который вы наверное наташа имеете ввиду 27 августа это на протяжении многих десятилетий отмечался как день советского кино но мы же к нему тоже маленькая да сейчас он день российского кинда поскольку мы все родом и наши кино родом советского союза то конечно да мы эту дату помним знаем и любим вместе с тем у нас есть свой 17 декабря поэтому в декабре иногда вы тоже можете меня моих коллег видеть слышать на телеэкранах радиоэфирах вот но поздравляем принимаем и поздравляем вас так вот наталья вдогонку прислала попкорн режиссеру хорошего эфира это наталья огромное спасибо оставайтесь с нами на нашем канале ну вот как уже выяснили кинодат в календаре предостаточно этой вот осенью ожидается если я правильно понимаю и очередной листопад ну дело в том что да листопад у нас ожидается но к сожалению для нас листопад ну вернулся как я говорю в пределы минской кольцевой автодороги и вот те события которые мы пытаемся иногда проводить у нас они носят такой больше характер или называется эхо листопада то есть непосредственно в дни проведения фестиваля вот творческие встречи когда мы здесь шиштова занусь и виктора сухорукова владима талашка принимать на небрегвадзе сожалению это мы хотя была вот практика когда я на троянова с василием сигаревым приезжали нам удалось таки вырвать уговорить этот разовый показ такой скажем фильм достаточно скандальный мы в определенной степени гордимся что мы показали режиссерскую версию вот хотя скажем за это немножко нам и досталось я был на режиссерской версии поэтому тоже немножко причастен к этому уникальному эксперимент был событий но вот смотрите возвращаясь к тому же листопаду ведь там на самом деле много картин которые хотелось бы показать широкому зрителю насколько часто они доходят вот именно до широких широкой зрительской аудитории вы знаете что я еще и белорусских кинематографистов мы показываем эхо листопада вот у нас было и в этом году два года подряд проходят в нашем кинозале 3d кинозале миньон на проспекте октября проходят фестивали эхо листопада но к сожалению то ли рекламы не хватает тоже ли к сожалению круг людей любителей вот так скажем киноэстетов киногурманов у нас настолько узок что мы не видим отдачи вот от этих сеансов и взрастить их нужно их нужно взращивать да возможно это и наша недоработка но я еще раз говорю к сожалению наши технические возможности они ограничены и мы показывать вот не можем все фильмы постоянно которые иногда хотели бы видеть вот вот эти самые киноэстеты хотя опять же пожалуйста я могу сейчас проанонсировать 21 по 24 по совместно с корейским посольством у нас пройдут дни корейского кино прошлое которые прошли с аншлагом кинотеатры мир это вот фильмы для киноэстетов более того я могу уже проанонсировать практически ведется работа проведении в октябре текущего года дней кино германии это то кино которое хорошо но позвольте еще задать вопрос который волнует наверно не только меня но и многих зрителей все-таки есть у нас белорус фильм все-таки много актеров которых знают в лицо которых любят но вот что можно вспомнить из недавнего или то что например будет этой осенью белорусского производства есть такие картины которые будут представлены на ну экранах вы знаете мы зависимы к сожалению от фильма производителей планы выпуска на 2017 год второй половины не предполагает выпуска больших полнометражных художественных фильмов да у нас есть сегодня предложение от беларусь фильма по пакету новых анимационных фильмов которые в общем-то славят нашу киностудию у нас есть предложение по показу фильмов документальных я могу сказать что великая дата в нашей стране 500 лет и франциска с кариной и вот с 1 сентября мы выпускаем широкий прокат документальный фильм о жизни и творчестве нашего великого соотечественника он будет называться першадрук на белорусской мове фильм то есть это в общем то говорит о том что мы стараемся эти фильмы показать но другой вопрос я еще раз говорю есть понятие проката скажем как культурной функции составляющей показа фильма есть к сожалению или к счастью по прокат коммерческая составляющая к сожалению мы коммерческие организации нам нужно зарабатывать деньги и мы это пытаемся делать спасибо дорогие зрители вы нам это помогаете очень хорошо поэтому есть вот эта вечная борьба как что куда и как к сожалению беларусь фильм больше художественных фильмов не выпускает до 18 год там черный пёс выпуск выпуск новой детской работы вячеслав новой детской работы боюсь ладно детские работы у нас тоже неплохие они идут и работают кентривлейские приведения и приключения рыжика все фильмы идут они идут в том числе идут в таком же формате мы имеем соответствие с поручением нашего правительства обязательства белорусские фильмы показывать приоритетном порядке они действительно идут они идут на вечерних сеансах но к сожалению опять же отклика от обратной связи от зрителей мы не наблюдаем том объеме я предлагаю посмотреть еще один на трейлер фильм белорусского производства который я так понимаю уже прошел на экранах я наверное его по по пропустил следы на воде очень хорошо прошел кстати очень хорошо и в целом по республике удалось преодолеть планку 100 тысяч белорусских рублей впервые это первый фильм который в прокате собрал там порядка 120 тысяч давайте посмотрим трейлер а после вернемся в эту студию продолжим наш вечерний киноразговор предатель ты понял говорил же я вам как следует всех проверяйте разыскивать лейтенанта сволич приказ понять я вам офицерам рисковать не позволю какой речь министр другого шанса внедрения в банду у нас не будет как у него оцените а я я до все пришли вам у а у а а а Друзья, я не устану задавать сегодняшний вопрос. Вопросы сегодняшнего вечера. А когда же вы последний раз ходили в кинотеатр? И что? Какую картину вы смотрели? Не стесняйтесь, звоните. 342-243, номер телефона. Обращаю ваше внимание, поменялся номер телефона в студии. Ну а также не забывайте о том, что мы готовы общаться с вами в Вайбере. Если по каким-то причинам вы вдруг не дозвонитесь к нам в студию, 8-0-33-3422-430, это номер нашего Вайбера. Вот следы на воде произвел хороший резонанс. Да, вот я сказал, по республике собрали больше 120 тысяч, из которых 22 тысячи. Это наш вклад в Гомельской области. Фильм посмотрело порядка более 30 тысяч зрителей. В общем-то, другой вопрос, что мы очень многое не видим, потому что работают районы. Работают вот на дисках, работают в учреждениях образования, в учреждениях культуры с использованием передвижных систем. Вот там основные наши зрители, вот там. И вот это наша функция для того, чтобы донести белорусское кино до самого широкого круга и независимо до любой точки нашей страны. Вот это мы видим в этом свою одну из основных задач. Вот я к нашему разговору хочу пригласить еще одного великолепного человека. Его появление в нашем эфире я всегда рад. Это художественный руководитель Гомельского областного драматического театра «Актер» театра и кино Сергей Логутенко. Сегодня снова у нас в гостях. Здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Если я правильно понимаю, пока что все театральное общество в отпуске в летнем, в ином случае у меня просто не представлялось бы шансов увидеть вас и пригласить на добрый вечер. Ну, в принципе, да. Отпуск уже заканчивается, мы скоро откроем сезон, поэтому увидимся. Про сезон немножко позже. Ну, вот мы тут затронули такую важную тему белорусское кино. Ваше лицо, ваши актеры, вас знают зрители. Это и «Последний бронепоезд», и «Человек войны», «Чаклуны», «Румба», «Мухтар», «Новый след». А вот вам? Я понимаю, что, наверное, вопрос немножко неуместен, потому что можете ответить, ну, как же это как про любимых детей, какой лучше, какой хуже, но все-таки роль, которая греет душу, запомнилась больше всего. Ну, понимаете, тоже я хочу сказать, что не такое уж большое отношение к кино я имею, хотя там уже за десяток киноработ есть. Это совершенно другой вид искусства, и поэтому, от театра отличающийся, поэтому я как бы с каждой картиной связана какая-то определенная история. Если я начну про все рассказывать, будет очень много времени займет. Ну, наверное, из того, что я посмотрел, и то, что мне, где я был занят, очень понравился, это, это, господи, это фильм. Как много у Сергея Логутенко любимых фильмов. Вот выскочил это, елки-палки. Это белорусский фильм. Ну, это же надо, снимался и забыл. Ну, хорошо. Я вспомню и скажу. Хорошо, но вот все равно у меня складывается мнение, что, ну, белорусского кино, ну, все-таки не хватает. Вот то, что мы с Александром Леонидовичем начали разговаривать еще до трейлера. Следы на воде. Вот так ли это, на ваш взгляд, человека, который непосредственно работает на киноплощадке? Вы знаете, ну, да, наверное, не хватает. Ну, там, в силу разных обстоятельств, они составляют конкуренцию и российским картинам. Я могу вспомнить, вот, на меня большое впечатление произвел, это оккупация Кудененко. Я увидел его, он еще не вышел в прокат, я его видел вот на DVD-диске, и я замер. Я смотрел там, я понимаю, что белорусское кино, потому что снимаются там мои знакомые, там, однокурсник, мой Толя Кот, Оля Нефедова там снималась. И вот на меня произвел, оказывается, ну, можно и нужно снимать белорусское кино больше и, наверное, смелее. Очень богатая земля Белоруссии, очень богатая история. Почему мы не можем найти такую историю с ранней истории Тихого Дона и снять такую белорусскую версию, что у нас не было таких, ну, не только война. Вот я этими вопросами иногда тоже задаюсь. То ли у нас нераскрученные режиссеры, так вроде бы фамилии известные. Да, очень известные. И актеры у нас великолепные, и съемочная база у нас хорошая. Ну, вот почему-то, понимаете, иногда сталкиваешься с таким мнением, что вот когда, вот многие читают производство Беларусь, ну, сразу какой-то уже отношение. А, это свое, ну, как бы можно и в другой раз посмотреть. Ну, понимаете, это, наверное, та же ассоциация еще с советских времен. Беларусь-фильм, это партизан-фильм. Это значит, будут партизаны, значит, война. И основная масса вот этого. Ну, когда снимает там Павлов на спине у черного кота, там же белорусские актеры в основной массе. Ну, появляется Киркоров. Ну, основная масса, оказывается, можно снять такую хорошую комедию с белорусскими актерами. Так вот, про черного кота я был удивлен, когда я некоторым сообщал, что на спине у черного кота это производство нашей страны. Да, это Ваня Павлов, режиссер, белорусский режиссер. Я вспоминаю премьеру, которая была в Лясковичах, где снимался предпремьерный показ, когда вот эти люди сказали, говорит, 30 лет со времен индийского кино, все пришлось делать дополнительный сеанс в местном клубе, чтобы все смогли посмотреть на себя в кино. Вот действительно народный фильм такой вот. Да, и основная масса, это белорусские актеры. Вот вопрос, наверное, и к вам, и к вам. Вот как изменить в сознании зрителей то, что производство белорусского фильма, это не только что это военные действия, всегда плохая погода и... Один факт, коллеги. Дело в том, что вот у нас в этом году на экраны нашей области вышло 5 полнометражных художественных фильмов белорусских авторов. Из них только один, вот следы на воде, который мы показали, ролик, которого мы показали, снят Беларусьфильмом. Четыре фильма сняты независимыми киностудиями. В стране появляется новая тенденция. Ребята молодые, не очень молодые, но они сами ищут возможности, на равных правах участвуют, в том числе в конкурсе на государственные средства на сополучение. В этих питчинг есть такое слово. И я могу сказать, что вот я имею в виду и «Партизан» фильм Андрея Курейчика, громкий очень фильм, хотя художественное достоинство которого каждый оценивает по-разному. «Поцелуй осени» выходил в этом году, «Разум». И вот последняя премьера ко дню независимости «Тень врага». «Тень врага» Игорь Синьков, было несколько творческих встреч, и что для нас очень приятно, и я вижу, что приятно было режиссеру, когда на его фильмы приходили ветераны, живые ветераны войны, и которые после сеанса благодарили, что снят незатейливый, простой, без претензий, но очень качественный фильм, с качественной операторской работой, показ природы. И вот эти слезы на глазах, извините, практически съемочной группы, когда подходит 90-летний ветеран и жмет руку, поверьте, это дорогого стоит. То есть вот эти люди работают тоже не зря в меру своих способностей, фильмов, и то есть это говорит о том, что есть перспектива, есть альтернативные векторы развития в нашем кинематографе отечественном, и они будут развиваться и продолжаться. Ну, будут развиваться, но они-то еще должны показываться на больших экранах. Они показываются на больших экранах. Вот все эти фильмы, которые я сказал, они все выходили, в том числе и в городе Гомеле, в кинотеатр. Еще раз повторю, они не становятся пока событием, хотя проводятся презентации, творческие встречи. Я вспоминаю, был фильм, когда выпускали «Белые росы. Возвращение в Гомеле», как встречали Павла Харланчука, нашего земляка. Земляк, вот та его родная, вторая школа пришла, там эти девушки, они просто были в восторге, когда человек с экрана, который снимается сегодня во всех крупнейших, в том числе российских сериалах, который пришел, вот он рядом, и он, оказывается, земляк. Это, поверьте, вот это... Я всегда вообще считаю, что наши актеры, они ничуть не уступают российским. И мы должны делать из своих актеров воспитывать своих звезд. Вот я о том же, более того, скажу честно и откровенно, мне гораздо приятно тех людей, которых видел на сцене Гомельского областного драматического театра, теперь видеть на больших экранах, будь то в телесериалах или в полнометражных фильмах. Ну, просто приятно и радостно. Вот «Следы на воде» был трейлер, Сережа Юревич, актер нашего театра, он сейчас работает в Минске, Андрей Карака. Андрей Карак очень много снимается. Я вспомнил фильм, про который хотел сказать «Высшее небо». Я просто пьесы сейчас читаю, с небом связаны. Ни одного российского режиссера, одни белорусские актеры, причем некоторые белорусские актеры играют просто самих себя. Ни одного. Был всебелорусский кастинг, и вот когда я посмотрел, у меня было впечатление, что я смотрю документальное кино. Потому что, ну, я знаю тех людей, которые снимаются в силу того, что это мои коллеги. Но вот а со стороны такой, нет ни одного медийного лица. И тогда ты следишь за этим сюжетом. Ты понимаешь, что здесь вот играют они, не играют. И в этом, вот в этом много... Одни белорусы, и в этом есть право. У меня еще к вам есть такой вопрос. Как вы считаете, а не проигрывает ли и театральная сцена, и кино тому же интернету? Ведь часто случается так, что... Это вопрос культурологический. И действительно, сегодня... Бывает так, что еще до премьеры, будто спектакля или кино, можно уже запросто найти в интернете в неплохом качестве. Это бывает. Но, к счастью, это пока громких премьер не касается. Я могу сказать, российское интернет-пространство сегодня очень сильно контролируется на предмет соблюдения авторских прав. И далеко не все можно найти. И то, что где-то появляется, сразу же исключается. Это первое. Но действительно, есть такой тренд. И более того, появляется сегодня такая услуга, как кино по запросу. То есть, когда человек может, заплатив небольшие деньги, на крупнейших медийных вот этих порталах, получить кино в хорошем качестве и посмотреть. Но все равно остается такое понятие, как кинотеатральное окно. Любая уважающая себя компания фактически старается и в коммерческих целях, и в других целях, старается соблюсти этот порядок. Это кинотеатр, видеон-демант, то есть кино по запросу, DVD-права, телеправа. И вот таким образом работает вот эта вся цепочка. И были прецеденты. Географ Глобус Пропил выпускалась одновременно и на интернет-площадках, и в кинотеатральных. Но, к сожалению, наверное, не совсем удачно. Но тенденция это есть. Но мы не боимся, потому что кино, это все-таки вид искусства, вид, вернее, проведения свободного времени, он имеет исключительную особенность. Это искусство социальное, то есть ты приходишь в общество, но вместе с тем, когда загорается экран, гаснет свет, ты остаешься один на один. Личностное восприятие. Вот это вот общественное и личностное, кроме как в кино, даже не хочу, может, обидеть коллегу, в театре это немножко другая. В театре другая магия игры живого человека. Там другая магия. Тоже есть элемент вот этого личностного восприятия. Но кино все-таки это немножко другой момент, акцент технологии другие. Поэтому кино, я думаю, оно не умрет, его уже сколько раз хоронили, оно будет. И несмотря на интернет, несмотря на новые какие-то другие фишки. Ну, собственно говоря, и про театр можно сказать то же самое, что несмотря на эпоху интернета, театр будет жить и процветать. Больше трех тысяч лет существует. И никакой интернет не победит ни кино, ни театр. Потому что и то, и то кино, которое снято на пленку, оно все равно живое искусство. Все равно, когда ты садишься в зал, и перед тобой большой экран, а не все-таки планшет или маленький экран, компьютер или ноутбук. Это совершенно нет. Совершенно другие ощущения по звуку. Современные технологии позволяют сейчас ощутить вообще вот то, что происходит на экране. Так же сопереживать. Так же слышать то, что слышат актеры. Вот еще одна премьера, которая будет на экранах и наших кинотеатров, и которую я с огромным нетерпением жду. Это «Звездные войны. Эпизод 8», если не ошибаюсь. Вот вы тут уже проанонсировали 9-й. Ну, я условно сказал. Уже успели посмотреть эту картину? «Звездные войны?» Не-не-не, что вы. Это только все, это то, что я сказал. Антипиратство контролируется, меморандумы надеются. Я к тому, может, был какой-то предпоказ. Нет, нет. Тогда давайте сейчас посмотрим трейлер, заодно покажем нашим зрителям, а после продолжим разговор в прямом эфире. Все гораздо сложнее. Лишь одно я знаю точно. Джедаиму пора положить конец. Друзья, обращаю ваше внимание, номер телефона в студии изменился 342-243. Запишите, запомните и звоните к нам, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, а вопрос сегодняшнего вечера по-прежнему у меня такой. А давно ли вы ходили в кинотеатр с семьей, с друзьями? И какую картину вы смотрели? Вы знаете, уже много тем за этот неполный эфирный час мы затронули. Но я хочу пригласить к нашему разговору человека, которого, признаюсь честно, давным-давно ждал в этой студии. Директор коммунального унитарного предприятия «Кинотавр» Николай Петрович Старостенко. Сегодня у нас в гостях. Прошу вас проходить. Рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, располагайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Обычно, понимаете, только когда сегодня перед эфиром, мы все были в Дикторской, я поймал себя на мысли. Обычно мы к вам ходим в гости в театр, в кино, например. Но вот так, чтобы таким коллективом собраться, по-моему, это уникальный случай происходит впервые. Сами-то часто ходите в кинотеатр? Честно говоря, не так часто смотрю фильмы, так как мы всегда все проекты, которые потом у нас на кинотеатрах есть, так мы рассматриваем на нашей комиссии, которая каждый месяц дает согласие, какие фильмы мы можем показать в нашем городе. Можно я хочу сказать вот вопрос Александра. Я могу сказать, Николай Петрович ходит в кинотеатр каждый день. Нет, ну это безусловно. Какой вопрос такой ответ? Каждый день и уже практически 40 лет. Я просто хочу, пользуясь случаем, сказать нашим уважаемым зрителям о том, что в этом году действительно было, наверное, знаковое событие не только в жизни Николая Петровича, профессиональной, личной, но и, наверное, знаковое событие для нас, для всех, потому что в этом году труд Николая Петровича был отмечен высокой государственной наградой, медалью Франциско Скориной. Я скажу, это действительно событие, это, наверное, впервые в 21 веке кинопрокат области, работники кинопроката области. Я могу сказать ответственно, что, наверное, вот в нулевых годах, по меньшей мере, это первый работник кинопроката республики, который удостоился государственной награды. Поэтому, поверьте, действительно, это человек, который делает очень много на протяжении многих лет, чтобы наши гомельчане, гости нашего города могли смотреть кино. Хорошее, качественное, современное, в хороших условиях. У нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашими зрителями. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Надежда Александровна. Надежда Александровна, позвольте, не вы к нам с вопросом, а я вам задам вопрос. А когда вы ходили в кино в последний раз? Ну, я по телевизору сейчас фильмы смотрю. Вообще, я очень часто смотрела много фильмов, и военных, и все. Но вот у нас, значит, это самое, снимался в деревне фильм «Невеста». И в 74-м году, это было примерно лето, лето было. 74-й год, так. И я даже в массовках там участвовала. Так вы актриса. Это наши все из деревни, все жители. Какая деревня? Уже все умерли. А деревня какая, скажите, пожалуйста. Могилевская область, Осиповский район, деревня «Цель». И там, значит, вот и сюжеты были. Цистерну воды вели на этого солдатика, который с арбузом стоял. Мы стояли у калитки троем. И говорили, вот видишь, он пришел, а там свадьба идет. Ну, так, типа, сплетничали. Потом вот танцы были возле реки Свислочь. Там у нас такой сгорчик есть. И мы танцевали, и там была еще, это, по-моему... А где вы сейчас живете, скажите, пожалуйста. Она, что она, режиссер была, или постановщик. И был 2 метра, 20 сантиметров. Я спрашиваю, а где вы сейчас живете, скажите, пожалуйста. И молоко приносили, он залпом его выпивал. Скажите, где вы сейчас живете, я спрашиваю у вас. А в Казахстане этот фильм шел, и в Минске шел. В каком-то кинотеатре его видели. Это все прекрасно. А живете вы сейчас где? Все-таки позвонить, узнать, заказать, посмотреть, не знать. Видимо, зрительницы не слышат то, что я говорю. Хоть в Гомеле вас могут показать. Давайте, наверное, продолжим наш разговор. Кстати, очень важная тема, интересная тема. Вообще, во всем мире это считается очень эффективным способом развития той или иной территории, когда туда приезжает съемочная группа. Есть специальные банки данных. Более того, есть специальная практика возврата налогов. Которая применяется для того, чтобы стимулировать съемки фильма. Я могу сказать, вот у нас есть в этом плане. Гомельщина немножко обделена вниманием кинематографистов. Мы вот вспоминали «На спине у черного кота». Я могу вспомнить, наверное, «Рыжик». И вот последних фильмов все. Потому что обычно снимается Минская область, Гродно, Брест и Балабудий. Когда я был еще слишком мелок, я бы даже сказал очень мал, в моей деревне, где живут мои бабушки и дедушки, деревня Новая Терешковича, там снимался детский фильм. Называется он «Лялька Руслан и его друг Санька». И несмотря на крайне, скажем так, подстольный мой рост и возраст, я прекрасно помню, как проходили съемки недалеко от хаты, где жила моя бабушка. Так что тоже немножко причастность. История есть, но сейчас, к сожалению, это редкость. Это исключение, чем нежели правило. «Половодие» было. «Половодие», да. Фильм снимался. Николай Петрович, вернемся к Гомельским кинотеатрам. Область мы уже вроде бы как и осветили. Рассказали, что где происходит. Вот 1913 год, извините, что возвращаюсь к этому году, немножко рассказал, какие кинотеатры были в то время. Что такое современный городской кинотеатр сегодня? Вот как бы вы описали, обрисовали его? Нашей команде «Кинотавра» удалось за 7 лет сделать все кинотеатры города такие, которые привлекают очень и очень много зрителей в свои залы. Так, у нас очень комфортно, у нас очень уютно. У нас самые новые фильмы, которые идут в один день. Что в Москве, в Минске, что у нас в один и тот же день. Вот я хотел сказать, что премьера, которую вы увидите в один и тот же день. Потому что наши кинотеатры оборудованы самой современной аппаратурой. Даже у некоторых такой аппаратуры проект, как у нас. Ну вот смотрите, кинотеатр «Мир 3D», кинотеатр «Октябрь 3D». Когда же Калинина, самый центральный кинотеатр, тоже перейдет? Дело в том, что есть сейчас зрители, которым нравится 3D, а кому-то кто-то любит смотреть фильмы в формате 2D. Но у нас сейчас, вот Александр Леонидович тоже будет говорить об этом. Мы в ноябре этого года уже получаем проект. И в кинотеатре имени Калинина, в Малом зале, будет такой оборудованный зал. Вообще это будет зал, который равному у нас в стране не будет. А не тот ли этот зал, который, как все называли, старый зал, который еще давным-давно имел три яруса, и в него вмещалось 800 зрителей? Этот зал был когда-то построен по проекту Станислава Шабуневского, известного архи... вы знаете, такого мастера, так? Но и вот этот зал, который будет в следующем году, а в следующем году кинотеатру имени Калинина 70 лет, ух ты, то есть готовить подарки. И мы хотим сделать вот такой шикарный подарок всем киноманам, зрителям. И он будет... такие элементы, которые будут и истории, и качественно. И, ну, все там в этом зале будет. Пока я все вам говорить не буду, это тайна. Вот, вы знаете, я хочу обратить внимание на то, что любое представление, любая премьера, например, в фойе кинотеатра Калинина или мира, превращается в настоящее шоу. Ну, это действительно, вот есть такая практика, и правильно, это команда Кинотавра, которая это все делает, но я, Николай Петрович, все-таки вот в тему малого зала кинотеатра имени Калинина. Есть такое слово «премиум формат». То есть это будет у нас первый в области кинозал «премиум формата». Значит, мы, вот, хоть и не хочет директор говорить, но все-таки там и планируется и тот же самый «Атмос» поставить, новую эту многоканальную технологию в «Долбе». Вот, там планируется, правильно, еще, сюрпризы, современная мебель такая, очень более высокого класса. Я хочу подчеркнуть момент такой, что сегодня это все делается исключительно за счет собственных средств предприятия Кинотавру, бюджет здесь не привлекается. Да, мы сами делаем. Мы зарабатываем и делаем. Зарабатывается и делается, все, силами Кинотавра. Естественно, мы тоже где-то готовы подставить свое плечо. Вот, если действительно это будет востребовано, и если будет такая возможность, мы не откажемся и от поддержки со стороны государства, от бюджетной поддержки. Вместе с тем мы рассчитываем на собственные силы. Вот, поэтому развитие есть, точка роста есть, и это действительно будет, ну, реально событие не только 70-летию кинотеатра Калинина, а и 80-летию Гомельской области, которое мы будем в следующем году все отмечать. Мы очень надеемся и к этому празднику приурочить. И все-таки я хочу предложить посмотреть, и нам вспомнить, и нашим зрителям посмотреть, на шоу, которое устраивает кинотеатр Калинина. Вот одно из недавних, которое мне понравилось, это премьера «Пирата Карибского моря». Мертвецы не рассказывают сказок. Давайте посмотрим без лишних слов, а потом у нас еще остается несколько мгновений подвести итог сегодняшнего вечера. У кинотеатра имя Калинина эта культурная подея сопроводжалась яркой и видовищной театрализованной шоу-программой. Ее ладила коммунальное унитарное предприемство «Кинотаур» при поддержке творческих студентов Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. На некоторый час свое кинотеатр имя Калинина перетворилась у импровизованный корабель «Забау». Головные герои свята, харизматичный персонаж Джек Воробей и его верная команда пропоновали присутным отправиться у цикавая морская подорожжа. Яны демонстрывали гостям энергичные танцы и проводили с ними веселые конкурсы. Мы каждый раз хотим порадовать нашего зрителя веселым мероприятием, привлечь его к нам на фильмы. Дорогие зрители, гости города Гомеля, приходите к нам в кинотеатры, на наши фильмы. Будет весело, будет хорошо, будет комфортно в наших кинотеатрах. Мы все делаем для того, чтобы всем было хорошо. Вот мы посмотрели прекрасное представление, которым начинается практически каждая премьера фильмов, которые проходят в частности в кинотеатре Калинина. Но поверьте, такие же шоу можно увидеть на премьерах и в кинотеатре «Мир», и в кинотеатре «Октябрь». Кстати, современный кинотеатр, если я правильно понимаю, это не только место, где люди смотрят кино, это целый культурно-развлекательный комплекс. В частности, в кинотеатре «Октябрь» прекрасно существует дискотека «Глянец». Я хочу сказать, что это тренд тоже такой. Кинотеатр — это культурно-развлекательный комплекс. Мы говорим про город, но я хочу последний пример. Сейчас ведется работа, и хочу, пользуясь случаем, поблагодарить руководство Гомельского облосполкома и лично нашего губернатора Владимира Андреевича Дворника за то, что он нашел возможность в это непростое время и выделить необходимые средства для реализации в кинотеатре «Восход» города Житковичи концепции создания такой активной культурно-развлекательной зоны такой для детей, для семьи и так далее. То есть, чтобы люди, которые приходят в этот кинотеатр, могли не только посмотреть кино, но и могли провести время максимально эффективно, с максимальной такой пользой для самых разных категорий населения. Вот этот проект, мы к нему приступаем, и я думаю, что два месяца у нас есть, и мы реализуем этот проект в ноябре этого года. Жители Житковичи получат такой вот современный вид отдыха с аттракционами и со всеми делами. Кстати, Николай Петрович, а «Звездные войны», вот трейлер, которых мы сегодня смотрели, примеры которых уже, скажем так, не за горами, что-то подобное зрителей на примере будет ожидать? Да, конечно, потому что уже аттракционно могу сказать, что мы каждому, ну там блокбастер, как мы говорим, всегда делаем такое представление. Всегда, всегда. И я могу вам сказать, что молодежи, зрители, они ждут, чтобы это было уже. Мы от этого уже не можем просто отказаться. Поэтому это будет непременно. Мы так делали и на кухню, и на форсаж, и это очень было хорошо принято нашей аудиторией. Катастрофически летит время, вопросов еще остается очень много. И все-таки, наверное, главный вопрос сегодняшнего вечера. Как же привлечь зрителей в кино? Формула достаточно простая. Качественный, хороший кинозал, уютный, комфортный. Соответствующая инфраструктура в фойе, которая привлекает людей. Конечно же, хорошие современные премьерные фильмы. Самое главное, хороший радушный персонал, чтобы человек улыбался, встречающий его работник кинотеатра. Современные технологии, как-то продажи интернета через интернет-билетов, как-то автоматизированные все эти системы. Вай-фай в холле. Вай-фай в холле. В кинотеатр у нас это есть. Вот. Ну, конечно, и хорошее кино. Потому что все равно все эти функции, они все дополнительные. Люди идут в кинотеатр смотреть кино. При всем при том. И поэтому задача, чтобы было хорошее кино. Николай Петрович, можете есть что добавить? Я просто хочу сказать огромное спасибо тем, кто на постоянной основе ходит к нам в кинотеатр. И мы всегда сделаем еще лучше, чем сейчас есть кинотеатры. Это, тем более, это в скором будущем. Хотел сказать, куда уж лучше. Оказывается, есть к чему стремиться. Есть, есть, и мы сделаем. Но я еще раз говорю, это будет просто таким подарком для всех гомельчан. Киноманов. Киноманов. Сергей Феликсович, вам вопрос пришел к нам в Вайбере. Что ожидает нас в новом театральном сезоне осенью? От Ирины вопрос. Чудеса ожидают. Я скажу только одно, что 20 сентября мы открываем 79-й театральный сезон. Он будет открываться премьерой. Это спектакль «Дамы и гусары» в постановке режиссера из Москвы. Заслуженного артиста России Валентина Варецкого, который очень много снимается в кино. Известный российский актер. Он еще и режиссер. Так что приходите 20-го в День кино. Я поздравляю всех нас с Днем кино. Советского, на котором мы выросли. И которое будет таким же хорошим, как старое советское кино. Но и не забывайте, приходите в театр. 20 сентября. Премьера «Дамы и гусары». Вы знаете, наверное, очень не случайно, что именно в этот день, именно в августе 23-го числа мы собрались. Потому что придет осенний период, по вечерам, особенно каждый будет занят своими делами. У кого-то премьеры, у кого-то рабочие поездки, у кого-то кинопремьеры. И собраться нам будет крайне трудно. Но я обещаю со своей стороны не пропускать ни одну премьеру. И постараюсь сделать все возможное, чтобы большая армия поклонников кино и театра, и кинотеатра пришла в залы получать эстетическое удовольствие и смотреть хорошее кино. Но мы желаем, чтобы каждый вечер, проведенный в кинотеатре, был добрым. Спасибо вам большое за участие в этом эфире. Рад был видеть и буду рад видеть вас еще много-много раз. Друзья, ну с вами же мы будем видеться каждый вечер. Напоминаю, что завтра включайте телеканал «Беларусь 4», вас ожидает вечер. Он, безусловно, будет добрым. Также ищите нас в соцсетях, пишите, рассказывайте свои мысли, мнения, задавайте вопросы. С удовольствием на все вопросы ответим. Ну и, конечно же, всегда будем видеть Рады вас на телеканале «Беларусь 4». Ну и смотрите хорошее кино и хорошее спектакль. С вами был я, Александр Лупиненко. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok